В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте. Начинаем выпуск с анализа дорожных происшествий. За выходные в Новосибирской области отметили рост аварийности. Были 4 смертельных ДТП. Первый инцидент зафиксировали в Ордынском районе. В лобовом столкновении на трассе погиб один из автомобилистов. Авария произошла примерно в 13.15 на 124-м километре автодороги К17Р Новосибирск-Кочки-Павлодар. Предварительно инициатором называют 66-летнего пенсионера, который управлял Рено. Отправляя автомобилем, слегковым полуприцепом к марке «Фермер» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с двигающимися во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. После удара обе машины слетели в кювет. Корпус Дастера согнулся пополам. Владелец этого автомобиля погиб. Водитель и пассажиры Тойоты тяжелых травм не получили. Полиция разыскивает участника другой смертельной аварии, которая произошла в Колыванском районе Новосибирской области. На автодороге К12 погиб пешеход. ДТП произошло около 10 часов вечера. Неизвестный ехал со стороны поселка Колывань в направлении северного обхода. На большой скорости автомобиль сбил мужчину, который находился на проезжей части. Не оказав помощи, водитель скрылся. Установлено, что пешеход на вид примерно 50 лет был без светоотражающих элементов на верхней одежде в темное время суток. Похоже, инцидент зафиксировали в Искитинском районе области. На Чуйском тракте погиб 34-летний мужчина. Водитель Форда следовал в сторону Барнаула. Вовремя не заметил человека, который шел прямо по дороге в попутном направлении. На 68-м километре совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход, мужчина, 1990 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Еще одна смертельная авария случилась на левом берегу Новосибирска. В Ленинском районе Субару снес припаркованные машины. Я рожду. Инцидент записал регистратор попутной машины. В 11-м часу вечера водитель Субару гнал Патитова на большой скорости. Не справился с управлением. Легаси занесло. Иномарка протаранила стоящие Кадиллак и Газель. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Субару получил травмы несовместимой жизни. Также в медицинское учреждение был госпитализирован пассажир Субару. 34-летнего автомобилиста зажало в салоне. Его деблокировали спасатели при помощи гидравлического оборудования. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства этой аварии. Через несколько дней будут готовы результаты экспертизы, которые покажут, был ли алкоголь или наркотики в крови водителя. Другой серьезный дорожный инцидент зафиксировали в центре Новосибирска. На ипподромской машина такси протаранила бетонный столб. Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Киа Рио, двигался по улице Ипподромская со стороны площади инженера Будагова в сторону улицы Военная. И в пути следования у дома 8 по улице Ипподромская не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Гонщика и его спутника вытащили из салона авто очевидцы. В седане сработали подушки безопасности, но они не спасли пассажиров от серьезных травм. Мужчин экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас инспекторы выясняют, почему водитель не справился с управлением и был ли он пьян. ДТП с участием общественного транспорта также произошло в мегаполисе и есть пострадавшие. В ГИБДД рассказали, что аварию спровоцировал водитель Тойоты. Он потерял контроль над управлением и выскочил навстречу. Там майномарка врезалась в автобус 19 маршрута. Двух пассажиров ПАЗа доставили в лечебное учреждение с многочисленными травмами. Семилетняя девочка едва не погибла в аварии, которая произошла в Дзержинском районе города. Ребенок катался по двору на самокате. Автомобилистка на Тойоте не сразу заметила пешехода на проезжей части и не успела затормозить. Ребенка забрала бригада скорой помощи. Еще один инцидент с участием несовершеннолетнего зарегистрировали в советском районе Новосибирска. 12-летняя школьница переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Внезапно из-за поворота выскочила легковушка. Водитель не стал тормозить перед разметкой. Машина сбила юного пешехода, а водитель только прибавил газу. Теперь он в розыске. А сейчас внимание! Участники другой серьезной аварии разыскивают очевидцев ДТП. Инцидент произошел 14 апреля около 16 часов в Ванскитимском районе Новосибирской области. По предварительным данным, столкновение спровоцировал 49-летний водитель Тойоты. Он ехал по Чуйскому тракту в сторону мегаполиса. В какой-то момент пересек сплошную полосу и врезался во встречную машину. Водитель Карины погиб мгновенно. Автомобилиста из Хонды, его пассажирку 1982 года рождения и 16-летнюю девочку доставили в местную ЦРБ. Если вы были свидетелем случившегося, напишите нам на редакционный WhatsApp по номеру телефона, который указан на экране. Кстати, стали известны подробности аварии в Чулымском районе области. О ней мы рассказывали в прошлом выпуске программы. Лихач на Тойоте врезался в забор частного дома и погиб. В машине были двое мужчин. 29-летнего водителя и его 27-летнего приятеля госпитализировались тяжелыми травмами. Через некоторое время автомобилист скончался. По нашим данным, водительских прав у него нет и машина принадлежит другому человеку. Накануне аварии эта Тойота числилась в угоне. Кстати, ее владелец за последний год заработал 8 штрафов за превышение скорости. На сегодня это все дорожные новости. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на наш редакционный WhatsApp. Номер 8-983-510-2005. Подписывайтесь и на наш канал в телеграмме экстренной НСК. В студии работала Ксения Корзун. Берегите себя и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До встречи в эфире ОТС. Базов будем оформлять.